Молодцы, ребятишки! Какие вы все талантливые! Ну, Снегурочка! Нет, 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 я хорошо сплюсь. Нас в семье семь человек. Девочек пять, а мальчиков два. То есть папа и брат, а остальные все мама, я, сестра, старшая, средняя и самая маленькая сестенка. Я занимаюсь рисованием и театральным кружком. Да, мы сюда приехали первый раз, очень интересно все увидеть, посмотреть, послушать. Это огромное счастье, что наш губернатор Игорь Михайлович Руденя позволит деткам приехать из самых-самых отдаленных краев нашей огромной, на самом деле, самой большой в Центральном федеральном округе области. Все приедут, все насладятся театром, сказкой очень яркой, красивой. Будет представление замечательное, также сказочное. Но самый главный посыл этой елки – рассказать деткам, какие у нас есть в нашей области талантливые, также дети. Мы их показываем, у нас будут дети-музыканты. У нас они будут играть для того, чтобы детей зажечь также, да, и чтобы, может быть, они полюбят какой-то инструмент, сами начнут играть. И вообще это такая прекрасная новогодняя сказка, которая обязательно должна быть. Мы решили подготовить для ребят в качестве подарка известную сказку Ганса Христиана Андерсона «Стойкий оловянный солдатик». Мир игрушек, мир красок, мир любви, доброта и, прежде всего, чести. Потому что все солдатики, даже оловянные, прежде всего, это люди доблести, чести и мужества. В целом, это классический сюжет сказки Андерсона. Единственное, что нам захотелось изменить в постановке, подарить нашим сказочным героям счастливый конец. Сказки всегда должны заканчиваться светло. Вот так и наши герои, они не исчезают совершенно из этого пространства, а становятся людьми. Это и главная мечта — стать людьми, уметь любить, танцевать на сцене настоящего театра. Так и наши куклы превращаются в танцовщицу и брау-офицера. Какие все нарядные, какие красивые детишки. Ой, ой, и зайчик, красивый-красивый. И мальчик, и...